Дорога была для меня достаточно тяжелая, потому что встала я сегодня в 4 утра На рыбалку мы едем вместе с Ваней, он едет там, он впереди, на Шевроле и Ниве По данным из некоторых источников, на том вотохранилище, куда мы сегодня едем, начал поклевывать лещ Если клев сегодня остался таким же, как и вчера, то, скорее всего, мы сегодня половим Скрестим пальцы и посмотрим, что будет дальше Короче, дорога пошла немного поинтереснее еще, чем была Стояночка здесь оплатная, надо платить по полтиннику Здравствуйте! Доброе утро! Так, сейчас я вам сдачу сдам, подождите минуточку Так, пожалуйста Ага, все, спасибо Так вот, акса уплочена, можно ехать дальше Начинает светать Надо уже быстрее бежать, буриться Друзья, товарищи, смотрите это видео обязательно до конца Во-первых, потому что рыбалка просто шикарная у нас будет А во-вторых, потому что у нас сегодня опять будет по старинке розыгрыш Будем разыгрывать какие-нибудь безнамотельные снасти В общем, не стал я бориться в толпе Отошел немного подальше На свободное, чистое место Ну и сейчас сделаем круг, который будет пересекать русло И мы все уже закармливаем и ждем подхода первой рыбы Ну вот, начало оттуть В общем, лунки будут закармливать Сыпучкой И мормушем И в общем, все еще и B Корректор А.Кулакова Верну Руки И Руки 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 Мормуш хороший, живой, на холстах стоит. Где-то метров пять, наверное. Палаточку поставил, и прямо аж настроение поднялось. Сейчас будем ходить, ловить. Кругом, посмотрите, какая простор, озеро огромное, высокими уральскими горами, синева, вдали рыбаки сидят, периодически руками машут. Молоденька там, наверное, уже что-то поймал. Надо будет сейчас ему позвонить, согласить. Лепота! Сейчас начнем ловить. В общем, ребята, так как на улице сейчас дует достаточно сильный ветер, поэтому первый круг я начну с черта. 0,7 грамма. Это как бы там мормушка, которую, в принципе, сильный ветер и стоит начинать ловить. Почему? Потому что ее веса будет хватать для того, чтобы сторожок не сильно гулял под действием ветра. А сторожок, даже если он из металла выполнен, он все равно, если ветер такой, как сегодня на улице, он будет гулять. Вот. Под весом достаточно большого черта, как бы сторожок из металла будет более-менее стабилен. Ну и плюсом ко всему, с достаточно тяжелым чертом на глубине, в данном случае глубина около 5 метров, чертик 0,7 грамма. То есть можно было бы, по идее, поставить и 0,5 черта, но поставлю 0,7. В общем, будет достаточно оперативно проходить облов лунок. То есть чертик быстро опускается на дно, быстро ищешь дно, быстро делаешь там 5-7 проводок, идешь дальше. Если рыба будет капризная, значит будем уже дальше экспериментировать. Потому что я взял сегодня с собой и другие удочки, взял удочки с мормушем и так далее. В общем, можно потихоньку начинать проверять. Вот он. Хороший. Пойдет. Красавчик. Уговорился все-таки. Вот. Пойдет. Поклевку еду заметил. Из-за ветра. Красота какая, кругом. Дкор Балычка. Вот так, к примеру. Трfertит. И вот он. Хороший, Хороший Прям мощь Клюнул на черта Вот такой Полкилошничек наверное есть Зачет Как клюнул Хорошо Вон че Пойдет Все таки Все таки Офигительно клевую Форму чертика я сделал Тоже которая рыбалка И окунь И лещ Клюют так что Прям зачет Ну это вот Грамм 600 есть точно Хорошая рыбка Такой чертик Белая бусина Красный стопорный кембрик Буду продолжать Буду продолжать Хороший Эх ты сука убежал Завершая первый круг С чертом Пока что две рыбки И один Сход у лунки Сход был такая рыбка Где-то в районе полкило Поймал одну Грамм на 300 И одну где-то тоже Грамм на 500-600 Клев я бы не сказал Что прям О! Есть! Только сказал Что клев не особенно Попало Нормально Тянет 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 Ух Эх! Убежал Свалился Самый лунки Не захотел Сразу заходить Поросенок Нормальный был Кстати Грамм 700 Наверное Ух ты Короче Настоящего черта Клюнула рыба Это что-то мощное Убежал Это был мутант Вот это ребята Был мутант Офигеть Клевки то Очень такие Аккуратные Осторожные То нормально Клюет То есть Видимо Настроение Покушать Есть Но Не у всех Ну тут Вообще Конечно Этот мутант Убежал Сейчас тут На этой лунке Хрен что Поймаешь Ближайшие Там минут 15 Наверное Нормально Рыба такая Была Вообще Явно Килограмм Может Больше Даже Наверное Попробую Я поставить Мурмош На следующий Круг И Пройду Луночки С мурмошем Раз уж Есть Поклевки Хорошей Крупнорыбы То Как бы терять То ее Особо Не охота А с черта То Вот что Сходит Фух Рыбку Надо Скинуть 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 на дно опустил он клюнул ну какой в луку не хочет заходить красавец четко за губу ну вот он взял на мормуша в общем мормуша я положил на дно и он его со дна приподнял вот так и 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 Вот он. Ух, нормальный, ух, нормальный. О, пойдет, пойдет, за ноздрю, за ноздрю, красавчик, за ноздрю. Субтитры сделал DimaTorzok. Девчонка. 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 Короче, люди сидят, в палатках ловят леща. Пришли вот лед, два тела, и начали мотоледобуром бурить первый лед, который толщиной всего-навсего 10 сантиметров. Где у людей логика? Люди тут сидят с ночи, кормят леща, он тут трется. Тут, как бы, надо, наверное, понимать о том, что не стоит шуметь, а им пофигу. Лень немного поработать руками. Такие вот рыбаки. Лень немного поработать руками. Какой-то загнул. Ого! Хороший! мурмуш сегодня опять тащит всю рыбалку пыль пыль Вот он. Он ушел как быстро. Все-таки соблазнился. Ну не такой уж он и крупный. Но конечно был дерзкий, резкий и быстрый. Вот он. Ну это мелочь. Мелочь. Ну вот челочка. Таких только вялись. Короче, со второго круга я поймал каких-то три бокса. Это вот с первого круга это на чертах. Вот они. Это со второго круга. На мормыш. Ну, неплохо. Прямо скажем. Вот, но на черта клюнул со мной крупный. И на черта еще клевал еще крупнее. Тот которого я вообще прям подмять не мог. Вот. Поэтому я сейчас наверное пойду и схожу до Ваньки. Спрошу, что он там ловит. Заодно мне ему надо передать парочку чертей на тест. Попросил я у него, чтобы он потестировал моего черта тоже. Вот. Сейчас возьму коробочку. И пойдем до него сходим. Нифига тут батарея, а огонь вообще. Так. Короче говоря, у меня есть так-то мало, если честно. Что за вес? Вот. К 07. Сразу к 07. А? Вот. Или нет. Давай выкручку. И вот. Этот был экспериментально покрашен. То есть он такой с чуть-чуть зеленым отливом. Ну, короче, это прототипы. Забурился, все забурил конкретно. Флажки расставил. Начинает закармливаться. Подходит тело, короче. Ну, буквально там, я не знаю, метров пять, наверное, от меня садится. Начинает шабало херачить, короче, старые лунки. Это, типа, его старые лунки или что я фиг, наверное. Еще, главное, вздыхая так. Ну, типа, вот тут пришли, тут наши забурились. А я пришел, по-честному забурил. Что я? И все. Так тут все вешка, где тут сверлится? Тут так и так, ну, не понимаешь. И, короче говоря, я сижу и сворачиваю ему кровь периодически. Ха-ха-ха. Я тут хлобы из двухслунки вытащил, он на меня так посмотрел. Ха-ха-ха. Я думаю, вот. Ха-ха-ха. Нефиг. Давай показывай мормышки свои. Сейчас мы будем их палить. Есть одна коробочка, которые... Которые не покажу. Все, нет, все то, что обычно чаще всего используешь. Так, это самая используемая коробка, да? Угу. Это уже запасненький. Ну, тут я вижу черти интересные. Мои мормышки есть. О-о-о. Нифига-то оливковых гвоздиков-то набрал. Пойдет. Ну и. Пойдет. А, ну слушай, ну вот эти-то крючки не меньше, чем вот эти. Громовый чертик. А, это громовый, да? Ага. Понятно. Ну слушай, а это 0,7. Ну это на крупную. Ха-ха. 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 В общем, ребят, сходила я Фаньке. Отдала ему чертей. Там Женька поймал такого подлещика хорошего. Кого 400. Вот. Вот. Такая прям зачетная рыба. Ну, скорее всего, что-то подобное клевало сегодня у меня. Но, к сожалению, не получилось. Вот. Поэтому, не знаю, я даже с одной стороны охота посмотреть подводные камеры, что там происходит. С другой стороны охота быстрее уже схватить в руки удочку и пойти снова испытывать свое счастье. Раз уж такая рыбка тут где-то плавает. Вот даже и не знаю, что ей делать-то. Ха-ха. Ха-ха. Дилемма. Камера, ребят, Фокус Фиш. Решила все-таки по быстренькому пробежаться по лункам. Показать вам, что там происходит на дне. Ну, и заодно самому посмотреть. Камера Фокус Фиш производит в России. Такая камера с самым лучшим, на мой взгляд, изображением из того, что сейчас есть на рынке. Короче говоря, под лунками муть. Вот. Но, периодически проплывают лещи. Вот они. Вот они. Может быть, это, конечно, они сами и подняли тут такую муть на дне. Непонятно. Вот. Ну, вот проплывают вон какие они. Красавцы. Видно плохо, потому что вода мутная. Вот. Ну, рыба есть. Рыба есть. Рыба есть. О, какой вот это красавец. Вот это вот прям. Большая зачетная рыба. Сейчас пойдем ловить. Вдохновился я этим лещом. Хорошим, большим, красивым. И сейчас поставил опять удочку с 0,12 леской. И мормуш такой вот на большом крючке, очень красивый. 0,06 грамма. Сейчас будем ловить. О. 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 Пойдет. Что-то нормальное. Тяжеленький. О. Какой большой. Здорово. Друга. Вот он. Карась. здесь. Вот он. На большого мормуша. Большому куску и рот радуется. Вот. Красавчик какой. Это уже кило. Это уже наш клиент. Огонь. Как он его схватил, а? Как он его схватил. Смотри, что он поделет. Офигеть, вот это же скач на улице. Тяжеленький. Как он. Как. Как он. Как он. Как он! Как он. Офигеть. Как он. Как幹авка. Как он. Как он. Отдохнуй! Ой-ой-ой! Кто там? Вот там! Красавчик какой! Но этого большого мормуша реально клюет крупнее У-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он прям сегодня реально высекает самую крупную рыбу Вот он Вот он По ощущениям, он так хороший Такие прям серьезные толчки Ребята, я вам хотел показать, какая рыбка Слюнула на третьем круге Вот этот мышок рыбы, короче За один проход Я вообще в шоке просто Садись на рыбаке Рыбки-то ребят, во Лещишки-то какие Зачетные Клевали-то. Вообще закачаешься просто! Красавчики какие. Огонь. В общем жду пока проклюнется прям самая настоящая торфейная рыба. Не знаю будет это сегодня или нет, но тем не менее сейчас пойду еще на следующий круг. Сейчас надо только немного самому перекусить. И пойдем. Пальчики скрестим. Надеюсь, что нам повезет. Мы поймаем леща. Ну, хотелось бы превзойти конечно весенний рекорд. Поймать леща весом более 1 килограмма 600 грамм. Ну, как будет, так будет. Одна рыбка сегодня у меня такая клевала, которая прям, ну увы, сбежала. Сейчас поем овсяной кашей и будет сил у меня в стоках, чтобы любого леща вытянут. О, капец, сейчас палатку-то унесет. Офигеть. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мелковато DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А я убежал, мутант был, собака хера Убежал он, бежал он, бежал Субтитры сделал DimaTorzok 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 с вами пару чертиков и три штуки мормушей. Все, что надо делать, это подписка и адекватный комментарий. Не забывайте следить за тем, чтобы у вас подписки были открыты, для того, чтобы я смог это проверить. В общем, у меня на этом все. Сегодня дул просто сумасшедший какой-то ветер, поэтому особо болтать не получилось. Короче говоря, я надеюсь, что эта рыбалочка понравилась вам так же, как и мне. У меня на этом все. Ребят, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Ну вот, пока я вещи собрал. Уже и темно стало. Мужики-лесники остались. И никого больше.